Друзья, доброе утро! Первый день в Афинах уже. День именно не ночь. Вышел из своего отеля. Сейчас иду по направлению центра всех достопримечательностей. Сегодня осмотримся, посмотрим, что вообще здесь есть в центре. Там есть автобусы, которые возят по городу. Стоят они что-то там от 12 до 16 евро. Два дня билет действует. Вы можете заходить, выходить. Там есть информационная информация, дают на 16 языках. Я думаю, там есть русский язык. Поэтому я рекомендую вам, конечно, первым делом вот это взять, чтобы объехать, все посмотреть, сориентироваться. Там 4 маршрута разных. Один в порт, один там по старым местам города, другой по третьим и так далее. И завтра у нас, как я говорил, день музеев 18-го будет. Возможно, все будет бесплатно. Вот и посмотрим. Пешеходные переходы здесь не так, как у нас, ребят. Поэтому перебегайте. Посмотрели направо-налево, нет никого. Побежали. Если есть, то они могут не остановиться. Идем в направлении центра. Там уже впереди виднеется что-то на горе. Видите? Я думаю, это правильное направление. Улочки колоритные. Движение здесь бешеное. Поэтому будьте внимательны, когда здесь будете. Ну вот, ребят, видите, мы уже куда-то вышли. Я так понимаю, мы входим в исторический центр. Здесь стоит куча такси, автобусов. Здесь у нас находится зеленая ветка метро, судя по всему. Станция метро Зисио. Вот турникеты. Тут же билеты можно на месте в автоматах купить. Эта ветка в порт ведет. Поэтому, если вы хотите в порт, вы можете сесть здесь и добраться до порта. Тут же у нас рынок. Всякие вещички. Паприкушечки. Монетки. И прочее, и прочее. Все это вы можете здесь приобрести. Блошиный рынок, так называемый. Ну что, первые впечатления. Именно новые Афины. Такое удручающее. Все закрашено граффити. Такая разруха. Очень колоритный, своеобразно. А исторический еще не добрался. Ну, посмотрим, что там будет. Ну, такие неоднозначные ощущения. Посмотрим, что будет дальше. Вот он, смотрите, красавец. Вот куда мы пойдем. Туда, конечно, подняться будет нелегко. Обязательно туда берите с собой воду. Там жарко. Можете перекусить, что-то взять. Здесь у нас уже историческая часть. Якобы кафе. Более все презентабельно выглядит. Детская площадка. Мощеные улочки. Чистенько, аккуратно все. Вот это, судя по всему, Афинская национальная обсерватория. Вот тут сверху находится. И какая-то еще церковь. Сегодня у нас 20 градусов. Солнца нету. Пасмурно. И мне очень жарко. Поэтому вы обязательно берите с собой воду. Головные уборы. Потому что, когда здесь светит солнце, если вы будете летом, когда здесь будет там 30-40 градусов, это, конечно, еще то испытание. Это у нас парк, судя по всему. Какие-то захоронения или древний город. Здесь уже находился город. Видите, вот он у нас стоит. Это, судя по всему, Афинский Акрополь. Там же находится холм Марса. Адеон Геродота. И много других достопримечательностей, которые мы обязательно посетим. Здесь были жилые дома. Видите, сохранилась мозаика. С одной здесь археологическая зона холм. А с другой у нас уже наш красавец. Автобусы, которые я говорил, на 2 дня 16 евро стоят, на 3 дня 20 евро. И вот они маршруты, по которым они возят. Где не хотите сходить. И вот отправление. 8.30, 9.00, 10.30. Вот, ребята, если карта, смотрите, вот здесь находится эта точка, где посадка на автобус. Друзья, Букинг, если будете бронировать через Букинг в Афинах, они предоставляют скидку в размере 26%. Ну, на разные экскурсионные программы по-разному. Вот, например, на данный автобус билет стоит 16 евро. Я взял его за 12 евро, оплачивал по карточке. У меня списались карточки. Вот он, билет. То есть, и у меня все то же самое, как и у остальных, только я 4 евро сэкономил. У них есть много программ. Велосипед можно на прокат дешевле взять и посетить другие музеи. Поэтому, если будете бронировать через Букинг, обязательно найдите эту вкладку. Спецпредложения скидки Букинга и воспользуйтесь им. Вы предоставляете QR-код. Вот я предоставил девушке QR-код. Она мне его сосканировала. У меня списали 12 евро с карточки. И все, и выдала билет мне. И теперь я 2 дня могу путешествовать на автобусе, заходить, выходить. Вот наш синий автобус подъезжает. Я спросил по поводу завтрашнего дня, бесплатно ли завтра день музеев. Но мне сказали, что мы не знаем. Вот он наш автобус. Сейчас мы на нем поедем. Поднимемся наверх, наверное. Смотрите, я сел в автобус. Наушники у водителя просите. Он дает вам. У нас сейчас путешествие по центру Афины. Я так понимаю, Афина, она говорила, с центра Афинс. Сейчас подключимся вот к такой штуке. И будем слушать на русском языке, что нам говорят. Дает вот такую брошюрку с описанием маршрутов. Я говорил, у них 4 маршрута. Вот, в билетной. Тут все написано, можно все почитать. И, я так понимаю, здесь есть маршруты. Ну, потом открою, сейчас неудобно. Значит, что здесь у нас? Громкость можно сделать и каналы менять. Наушники хорошо работают. Короче, как я понял, у них 4 маршрута. Это оранжевый, синий, зеленый, еще какой-то. У них обед где-то на оранжевом с 12.40 и до 4 часов 45 минут. И потом у них с 16.45 до 7 часов идет. Синий маршрут у него нету обеда. Он позже начинается. Но он более длинный. Там куда-то в порту дальше. Пересадки, точки указаны. Акрополь, вот где мы садились, это и синий маршрут, и оранжевый. А вот зеленый где-то в другом месте нужно пересаживать. То есть, доезжаешь, например, на оранжевом маршруте. Потом выходишь, ждешь следующего автобуса, садишься и поехал по зеленому маршруту. Сейчас мы осматриваем центр Афины. Это у нас остановка Крополь сейчас. Вот, судя по всему, это вот это. Ребята, извините, это, по-моему, храм Девса идет в остановку. Мы отсюда с вами струтанули. Вот у нас опять остановка. Это храм Девса. Потом следующая у нас А6. Это парламент. А7. Инакий музей. И дальше, и дальше мы идем. Смотрите, какая красота, как сирень светит. А может, и сирень. Справа здесь у нас национальный сад. Здесь можно прогулять. Синие деревья. Видите, какой зеленый. Сейчас по приближающему. Приближаемся к Реченскому парламенту. Площадь Конституции. Зубосимый сущен. Вот у нас в Москве. Станция Минтосиндаль. Здесь же останавливается автобус. Это у нас парламент. Каждый час здесь меняется караул. Обязательно нужно прийти посмотреть на это. Канал здесь, ребята, десятый наш, звуковой. Так что выбирайте десятку. Я долго искал. Мы сейчас проехали музей Бинани. Там музей архитектуры. Здесь сзади у нас создался музей войны. Чиакский стадрион. Видите, открыт. Можно посидеть, посмотреть. Студие справа. Построен для первых Олимпийских игр в Афинах. Я так понимаю, там мы возвращаемся назад. Опять храм Зевса. Это построено в 19 веке. Это греческая академия наук. Здесь самая обширная библиотека в Греции. Это просто. Национальный археологический музей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok